В Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева в Москве продолжает свою работу мини-выставка, посвященная хоругве. На ней представлены два памятника лицевого шитья 17 века из музейной коллекции. Эльвира Гордеева подробнее узнала о предназначении древности и художественных особенностях вышитых сюжетов. Впервые широкой публике представлен комплект из двух хоругвей середины 17 века. Само слово «хоругвь» древнегреческое и означает «руководить» или «направлять». Хоругви – это церковные знамена, без которых не обходится ни один храм, ни один собор-монастыря. Они используются в крестных ходах и выносятся в любую погоду, и в снег, и в дождь. Поэтому понятно, что, к сожалению, быстро выходит из строя, так сказать. Сохранность их бывает сложная. И хоругвей сохранилось очень мало. Они достаточно редко выставляются. Тем интереснее наша выставка. Две шитые двухсторонние хоругви из собрания музея имени Андрея Рублева когда-то составляли храмовый комплекс. Их нынешний облик, как показали исследования, сложился в 19 веке, но при этом были использованы шитые композиции 17 столетия. Обратите внимание на изображение богоматери с младенцем в иконографическом типе Тихвинской. Здесь замечательно исполнено личное шитье. Очень на высоком художественном и техническом уровне. Несомненно, была замечательная мастерская с опытными мастерицами искусственными. Шитье мелкие стежки шелковые положены по форме лика с притенениями, которые, к сожалению, не везде сохранились, поскольку темно-коричневый шелк из-за достаточно ядовитого красителя кое-где разрушился и видна красноватая основа первоначального фона. Конечно же, древние хоругви реставрировались. При понавлении использовались разновременные фрагменты орнаментального шитья церковного и светского характера, имитирующие дорогие импортные ткани. Вот такие вот интересные иконусообразные деревья, они были вырезаны мастерицами 19 века из ткани середины 17 века, так называемой вошвы, узорной ткани, вышитой мастерицами, которые использовались как отделка деталей одежды. Интересно отметить, что это дерево на самом деле как бы изначально деревом не было, а было сердцевиной цветка граната в виде стилизованного узора. Более всего таких фрагментов – позем, элементов пейзажа – было добавлено в сцену зачатия Богоматери и изображение преподобного Алексея Человека Божьего. Также их можно увидеть в поздней композиции с Голговским крестом. Здесь представлены вот такие как бы сегментарные вышивки золотного шитья с разными прикрепами, которые напоминают позем, часто использовавшийся в 17 веке. Все четыре композиции окружают каймы с выполненными плотной вязью текстами молитвенных песнопений. Одна из таких надписей, размещенная вокруг композиции зачатия Богоматери, полностью относится к 17 веку и одновременно включает в себя тропарь как зачатию, так и святому Алексею Человеку Божьему. Надписи на кайме – это плотная вязь середины 17 века. Причем здесь есть особенности написания до никоновских реформ. Они были вырезаны мастерицами в 19 веке с ветхой основы, причем вырезаны так аккуратно, включая все внутренние болости, таких буквы как О, Р и других, и переложены на новый бархат. Да так, что практически незаметно. Происхождение Харугви неизвестно. Искусствоведы могут лишь предполагать, что эти памятники лицевого шитья 17 века когда-то принадлежали Московскому женскому Алексеевскому монастырю. Выставка в музее имени Рублева продлится до 21 сентября.